не большое такое вот видео о организации стеллажей в помещениях выращивания грибов или инкубации это изобретение ну я сделал довольно таки давно года два назад когда мне пришлось делать стеллажи я использовал разные способы но я вам скажу сразу в любом помещении использование любых деревянных стеллажей абсолютно не оправдана то есть любым способом вам нужно найти способы организации вот стеллажей для блоков то есть посмотрите внимательно до сих пор люди которые перезваниваются с целью консультации спрашивают о том как сделать мы будем блоки подвешивать и подвешивать ну вот попробуйте вот попробуйте вот подвесить вот те блоки которые находятся вот в этом помещении вот реально вот попробуйте их подвесить в этом помещении то есть и логически понимаете что на таком пространстве любая система подвешивания она рационально не сам не целесообразно если речь идет вообще о инкубаторах то фактически здесь сейчас вот там на ящиках стоят блоки здесь будет еще один стеллаж и здесь его вполне можно уместить и в таком минимальном пространстве можно разместить огромное количество блоков дальнейшем период весны и лета и осени вы сможете просто в уличных условиях не заморачиваясь там над каким-то помещениями так дальше выращивать грибы но относительно вот организации стеллажей вот посмотрите как сделано вот здесь делаем такую вот подставочку нужно вот отметить что вес блоков ну каждый блок ну скажем так для общего понимания ну скажем так весом в 10 килограмм да если мы возьмем вот этот стеллаж в длину здесь 6 метров то есть сверху если расставить вот эти блоки и сосчитать то там находится довольно таки весомый груз который нужно держать поэтому я вот рекомендую если делать вот такие стеллажи вот они крепятся просто к стене здесь делается такая вот подножка ну здесь можно видеть что стеллажи были ну вот такой такая ну или способ такой вот организации стеллажей он позволяет в любых условиях особенно мне пришлось изобретать вот такой вот способ это было еще в те времена когда не было такой вот полноценной информации выращивание грибу и мне пришлось изобретать какой-то способ потому что я понимал что начинал выращивать грибы в арендованном помещении и рано или поздно но в виду разных обстоятельств аренда может закончиться и любые там сложные конструктивные формы приведут тому что сложно будет переделать там параметры другого помещения и так дальше поэтому был найден такой вот самый простейший способ обязательно вот на нижних полках здесь однозначно что нужно делать подставку потому что температура на нижней полке ну она будет намного ниже тех блоков которые находятся на верхней полке ну это уже там другие вопросы но оптимально и рационально и экономически целесообразно делать вот стеллажи приблизительно вот таким образом в любой момент их можно демонтировать их можно снять период период когда нужно провести обработку помещения их можно просто вынести отсюда можно обработать стены все остальное эти стеллажи можно будет покрасить и снова не затрачивая огромных усилий можно и будет вернуть обратно такое вот помещение еще там другой стороны попробуем там отснять чуть-таки дали запуске вот ну на пространстве сколько здесь есть там где-то метра пять но нужно поставить раз два три распорки и одновременно вот эти распорки является сейчас возьмем свет вот эти распорки является вот видите вот такой связкой для следующей конструкции не знаю насколько там будет видно здесь они связаны то есть тут получается довольно такие вот конструктивно прочная система это стеллаж он просто связан вот параллельно или перпендикулярно как это будет вот таким вот простейшим способом можно сделать стеллажи стеллажи в вашем помещении ну это это оптимальный способ и тут речь каких-то там подвешивание блоков вы просто задумайтесь над тем вопросом как это технически сделать например на таком небольшом пространстве подвесить такое количество блоков вы поймете что это сделать не так то просто вообще в принципе будет ли это целесообразно делать там какое-то подвешивание и в третьем параметре вот что хотелось бы сказать вообще о грибах почему люди очень интересуются вот этим вопросом относительно выращивания грибов и так дальше вот посмотрите на пространстве в 25 квадратных метров в объеме 50 кубических метров мы размещаем какое огромное количество этого субстрата то есть мы используем не только саму площадь мы используем объем этот объем позволяет выращивать на таких примитивных там небольших пространствах довольно большое количество продукции там урожая как там и на таком если мы возьмем деятельность там например помидоры огурцы и все остальное то и относительно себестоимости относительно стоимости уже конечной продукции то есть сами грибов то есть сами вы понимаете что грибы довольно таки ну не скажем что там сильно дорогой но продукт немножко дороже там огурцов помидоров и в то же время он позволяет на таких ограниченных пространствах производить довольно такое большое количество урожая если говорить вот на первой волне это получается там 15 процентов изучите вот эту формулу правильно она касается не количество блоков она касается веса субстрата то есть 15 процентов от веса субстрата что это означает если мы сюда заложим одну тонну субстрата то есть из первой волны мы будем получать где-то приблизительно 150 170 килограммов грибов дальше рассчитываем по стоимости за килограмм ну и приблизительно можно сформулировать для себя какой-то бизнес план себестоимость при собственном производстве вот таких вот блоков довольно таки невысокая то есть рентабельность такого предпринимательства довольно таки оправдана для любых стран любых регионов интересно было бы заметить например что вот в швеции я видел продажи вот вешенка она стоит пять раз дороже чем шампиньон примеру если вешенка стоит швеции 160 крон то шампиньон стоит 30 крон вот приблизительно такое соотношение крона в соотношении доллару где-то приблизительно так вот на вскидку где-то скажу о 110 ну скажем так грубо там я сейчас не не даю какие-то банковские параметры но соотношение кроны доллару где-то один 10 вопрос будет касаться в большом ну понимание такого популярного вида деятельности как выращивание древоразрушающих грибов на например во франции очень популярны шиитаки в основном там такой деятельностью занимается китайцы что-то у них так сложилось вот что они как-то умеют а все остальные не умеют но дело в том что себе стоимость конечная стоимость продажи шиитаки в европе например намного выше чем в странах не в европе скажем где-то так вот поэтому у нас немножко тормозится сейчас производство с древоразрушающих грибов экзотических каких-то грибов но в основном у нас все сориентированы на производство вешенки и шампиньонов вот два таких промышленных направлений которые имеют целесообразность в наших странах на этом желаю вам всего самого лучшего доброго утра или доброй ночи или спокойной ночи с вами был макс с вами нашим канал следите за каналом и в дальнейшем будут публикации там о производстве агаровых сред для выращивания для выращивания мицелия разных видов грибов очень множество полезных материалов удачи вам любви и терпения